здравствуйте дамы и господа сегодня я хочу поделиться с вами полезной информацией которая нашел в интернете ну эта программа бесплатная xp и xp и вот такой значок у нее она бесплатная чтобы скачать ее название вот это вводите xp и официальный сайт и попадаете уже скачиваете себе там на какую там у вас разрядность и по силе программы там программ очень это их как по очередности там c я скачала в самую последнюю которую предложили но там есть еще более старые программы которые можно скачать по силе конечно компьютера на какой там силу рассчитана возможности там посмотрите но в этой программе я мы будем рисовать льва да как типа иконки да ну вы можете рисовать все что угодно я не говорю что именно иконку я вам просто покажу как можно это делать быстрее и чем тыкать и вам и и как бы порисовать в удовольствие посмотрев мое видео вы научитесь делать быстрее хотя я сам так еще толком то ее путем и не знаю но рисовать я на ней уже могу и поэтому хочу показать вам по поиску времени уже конечно проходит время и ты уже приобретаешь опыт и знание в информации вот и да обычно же так все сразу ничего не бывает сначала ты начинаешь тыкать где попала потом уже начинаешь понимать но чтобы вам меньше тыкать и конечно в свободное как бы время полистать посмотреть все эти тут название какие есть переварить их возможности их работы как это все делается тыкнуть посмотреть конечно все сподряд тыкать не надо иначе будет зависать и программа между прочим падает сохраняйтесь чаще сразу предупреждаю начнете что-то делать сохраняйтесь чаще сделали кусочек какой-то небольшой сохранились потом можно убирать удалять если уж там много накопится но она падает если у вас вы там будете долго делая потом она у вас упадет и вы будете сильно расстраиваться конечно потому что столько работы выполняли а тут поэтому чаще сохраняйтесь чтобы сделать такую тему да вот темным цветом до нас обычно светло-белая такая получается берете вправку заходите в параметры параметры сейчас откроем параметры открылись интерфейс тема и начинаете вот используйте темную тему можно светлую вот такую тему использовать и иконки меняются первый раз она появляется используя системные значки вот таким способом первый кто скачает она таким способом белая таким цветом здесь вы можете поменять посмотреть так можно посмотреть какие значки получается если меняться будет зависающие ну-ка давайте на я на мульте ставил но у меня вот типа вот такой стоял и я на темную фонова потому что на светлом сильно теннисма не видно но кому как нравится я я лично не напрягаю я выбрал темную тему и но еще что главное вот в этой всей возможности берете будете по ходу смотреть как я буду делать и вы по ходу научитесь как быстрее все это делается свойства документов заходим для берем возможности что здесь тема такая да как альбомного листа так вы можете взять его как альбомную можете как портретный тут щелкаете он изменяется сейчас я передвинуть так в миллиметрах 210 но мы вы давайте возьмем по 200 я как бы на иконку типа сделаем голову льва как под иконку 200 сделаем миллиметров но два сантиметра и тоже также 200 миллиметров два сантиметра да тут можно менять пикселей всякими разными сантиметрах можно миллиметров и все просто ее убираете тут посмотрите что вам надо какие варианты лучше ну мы все не возьмем рисовать будем голову льва чтобы увеличить плюсик чтобы уменьшить минус сейчас посмотрим 4 там по-другому немного щелка увидим извиняюсь свойства 200 и отсюда на другие кнопки нажал шли есть запятая на английский расклад лучше на английский делайте чтобы важно не на русском а на английском стоял старайтесь потому что все равно она файлы тоже название делать и на русском раскладе но сейчас более правильно плюсик прибавляет минус убавляет но легко где у вас на пилотуре то минус плюсы попробуйте потыкайте все заготовку сделали закрыли пускай чистый будет лист делаем новую заготовку добавляем добавили заготовку теперь я зашел нашел льва этого льва я как бы смотрите размерность за примерно вот ну такая размерность как скачал с интернета так она как бы вот она была какой я или под окошечку меньше маленечко забрасываю ничего менять не надо щелкаем все он появился можно немного чуть-чуть подогнать нажимаем на control control нажали и у вас как бы она равномерно вставляется вот вы подгоняете его ставите и напишите картинка на английском можно картинка картинка все понятно что эта картинка 0 лев лев там картинка лев картинка картинка лев так закрываем ее нажимаем на обратно на слой можно это убрать как вот здесь щелкаем для картинку убираем а лев оставляем здесь можно еще добавить нам нижний прочерк что потом и добавляем все добавили нормальные они небольшими уроками но будем постепенно как бы я будете ну как я делаю также вы делаете у вас все будет получаться в общем это показали а вот эти заливка слой и выравнивание вот вот это выравнивание там мысли ну мы можем пользоваться не пользоваться главная вот заливка и слой самое главное что в этом нужном а это где-то расширениях сейчас я не буду искать отчет вы потом это поищите заливкой прозрачности вот просто по заливке прозрачнейший заполнение фона вот это здесь посмотрите щелкните за на у нас здесь выскочит с боковой стороне короче тут поищите я сейчас не буду так продолжение что в общем льва мы поставили да теперь как бы слоют это сделали один верхний и картинку у нас здесь на глаз глаз видите нам закрыли замочек чтобы не залезать автоматически это можно прилипание отключить эти магнитики кому нужно прилипание можете включить но и для меня они нужны только будут мешать ну начало что начало сейчас слой чтобы у вас обязательно слои были заливка водка до заливку щелкаем и начинаем пользоваться я нажимаю на плюсик увеличиваю так первое что сделаем давайте попробуем рисовать карандашом карандашом начнем ну как аппликация сноса до нос обводим я работаю мышкой так постарайтесь ну в принципе так чтобы лучше обводилась но видите не казисто получилось щелкаете на узлы они обозначились поэтому заходим в контуры упростить езда запоминайте сразу горячие клавиши control и горячие клавиши вам будет помогать это потому что сюда постоянно прыгать и ну давайте нажмем уменьшились теперь я control и нажимаем эти упрощение есть они уменьшаются эти точки изображения увеличим маленькая посмотрите видите тут можно подгонять добавлять можно добавлять еще вот узлы эти уме убирать добавлять в общем вот так подогнали допустим до выделили допустим до выделили и нажали вот на эти сделать выделенные узлы автоматически сглажены можно еще вот эту попробую сделал выделены узлы сглажены щелкаем смотрим да ну подправочку начинаем там подгонять я сейчас не буду сильно вот так вот возиться потому что время то идет подправочки там такие сильно выводить вы все-таки как бы старательно это все делаете здесь надо конечно стараться так просто ну для себя что-то делайте старайтесь лучше делать щелкаем на само этот обозначение да и немного в сторону отводим можем теперь взять пипеточку и щелкнуть поэтому на носу подгоняем обратно и вставляем ну и тут еще можно подтянуть но наверное еще немного здесь вот надо нажимаем на это на точки и чуть-чуть тут наверно сюда немного перегоним вот так пускай так вам вы стараетесь старательно должны все делать наблюдайте за мной за мной так у вас если заливка о заливка до объясняю заливка есть обводка есть обводку но если вы хотите обводку можно обводку сделать но я делаю как бы без обводки просто одной заливкой вот заливкой заливка обозначается обводку щелкаете если хотите обводку то так можете щелкнуть у вас обводка появилась стиля водки разные вот здесь дальше еще щелкаете можете менять размерность увеличивать там как вам хочется да с обводкой я обводку включая я не буду вас вы можете сделать с обводкой принципе конечно из эти делать допустим эти как иконки то они же упрощенные можно делать с обводкой но это я же обратно или как иконку можно сделать или как же просто как изображение просто для себя чтобы что-то потом можно куда-то да даже вот какой-то плакат сделать можно попробовать но в общем я объяснил вам до заливка вот здесь возможности здесь еще есть градиенты линии градиента тут и к радиальные радиусом и и тут пошло-поехало rgb круг да вот так можно этими пробовать я круг взял чтобы удобнее было рисовать мне почему-то посколько вы можете пробовать все тоже эти части да они вот эти пером рисовать да тоже можно приноровиться но я почему-то мне больше карандаш понравился я выбрал карандаш рисовать карандашом удобнее но давайте поедем теперь дальше я нажимаю карандаш в общем я вам показала так что будем хотя бы по 30 минут делать уроки и начинаем что дальше идет у нас дальше у нас идет можно вот эти штучки добавить усики да один усик раз сюда ноздри да выход ноздри да в общем щелкаете его на это и так же control 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 и точки меняются они как бы сокращается уменьшается давайте щелкаем пипеточкой можете затемнеть подольше вот здесь прозрачность еще есть можно те есть прозрачность на слоях это когда вы все можете в прозрачность да допустим если у нас лана на слоях вы работаете да у вас вот тут обозначена вы можете полностью сразу сюда у вас саму всем обесвечивается там есть и а не за не забывай давайте сохраним все потому что программа она падает давайте сделаем сохранение сохранить как я с вами сейчас я первый раз сохраняюсь тоже забыл совсем нахожу папку для этого места ну рисовать я отсюда как бы рисовать да и тут хочу папку создать для создать папку лев просто на лев напишем она падает у ребят так что высоко это сохраняйте сразу и открываем и тут тоже можно лео лео один порядку и сохраним все сразу сохраняйтесь почему потому что она падает и чем чаще вы сохраняйтесь тоже контрол с нажимаете и сохранить как но сохранить чтобы быстрее контрол с нажали сохранились теперь что вот допустим на аппликация у нас пошла до заходим на верхний вот этот обозначение до щелкаем на него и у вас появляются такие штучки до слоёность сразу вниз поочередности по одной вверх поочередности сразу вверх но здесь можно сразу разницы нет здесь можно поочередность у нас два силы сразу щелкаем и она ушла вот сюда вот так вот вот она появилась немного можно даже потемнее сделать на заливку нажимаем щелкаем и затемняем вот так куда теперь берем немножко немножко можно даже сузить на уменьшить чуть-чуть так но спасаем правильно конечно когда работаешь это для себя как бы а тут записывать урок и что-то сделать это же лишнее время она идет и уходит время-то идет ожидание да ну вот так вот примерно сделали вы теперь берете нажали чтобы от вас так нажимаете control д control д 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 зависает но у меня еще за эту запись идет и как бы я щелкаю на отразить выдвину и но зеркальности по отражение когда щелкаем она появляется противоположную сторону и загоняем на нижний уровень для вот она туда упала все поехали дальше что дальше можно обрисовать щелкаем на карандаш и начинаем вот эту часть обрисовывать примерно где-то здесь вот так можно закончить и соединяем соединение сделали берем пипе . щелкаем можно чуть темнее сделать тогда там еще будем дорабатывать щелкаем на узлы очень много для контру щелкаем на control держим щелкаем на или и точки мешается ну еще давайте раз я напишу это да контру контру плюс так ну и щелкаем на обозначение опускаем на нижний уровень повторяем ее щелкаем на нее нажимаем control д control д ставим ее на противоположное и подгоняем и опускаем на нижний слой так можно чтобы нам видеть допустим объект да сам как мы делаем его можно слоёности цвет вот один слой два свой обозначением сделаем и можем немного обесцветить сделать прозрачней чтобы нам нужно было счет эти делать для условно начинаю нажимаем обратно на карандашик и обрисовываем вот эту нижнюю пасть на так обрисовали щелкаем на узлы потом control control держим эль подщелкиваем смотрим какой лучший вариант но так подойдет можно еще подправочку сделать но здесь чтобы темность видно наш было нам немного чуть-чуть так не знаю есть возможность эти удалять берем если лишние что то есть допустим нажали вот на это удалите удалить водяной узлы узел улетел ну и закрасили его но он бесцветный сейчас прозрачный получился так чтобы нам с прозрачности выйти можно попробовать это все обозначить и прозрачность вернуть назад и посмотреть что получилось где доработать можно чтобы видно было на узлы нажимаем давайте немного так подгоняем я еще раз говорю я не буду вы можете сидеть долго и изнурительно это все делать ну чем чем кропотливее вы делаете тем конечно лучше будет получаться поэтому старайтесь не ленитесь я немного может чуть-чуть буду это делать так некачественно но вы на это не обращайте внимание но эти узлы чтобы лишний раз не делать да можно их использовать как берем повторно нажимаем ctrl d отдаляем в сторону берем пипеточку щелкаем на губу сюда и подгоняем ее вот так вот подогнали и на нижний уровень и забросили ну чтобы лишний раз нет не маяться там не подыскивать упс на верхний слой чуть-чуть перебор так пускай пока находится это еще будет дорабатываться так дальше поехали нос нос это конечно можно немного уменьшить может и чуть больше взял так вот и чуть-чуть только подгонять ровности между собой вот внутри выравнивание есть вот эти слои выравнивание да вот видите как раз они когда один в одном выравнивается чтобы ровнее было теперь можно делать что теперь время что у нас 26 минут ну по 30 минут будем по 35 минут урок да теперь нажимаем на кружок можно нам глаз допустим да держим ctrl ctrl держим и равномерно у нас глаз получается так но он еще и как бы не растут на становится его надо что контур оконтуривать можно здесь нажимать оконтурить объект shift ctrl с можно на горячую клавиатуру можете оконтурить объект так появляется а вот так вот появляется такая точка сначала три точки появляется четвертая точка можно на это нажимать тут преврат в контур то же самое то же самое здесь можно оконтурить объект можно вот этим оконтурить я всегда здесь нажимаю когда вот этими работаю но даже вот эту квадрат сейчас вот смотрите квадрат я вытаскиваю да вот видите 3 а нажимаю на это оконтуривание и вот появляется еще . я вам показал как это делается да начание хочет удаляться она не удаляет он надо нажимать на указательный удалять можно глаз мы сделали берем пипеточку щелкаем по глазу но его можно маленько еще чуть-чуть да нет он сам внутри будет как раз эти вот эти ободочки но пускай так останется и еще раз щелкаем на него берем ctrl d и держим ctrl и уменьшаем ставим на глаз это как бы сам зрачок да ну так вот примерно пускай будет чуть-чуть слишком мелкий да но можно еще уменьшить а я нажал на это извиняюсь тут ctrl z возвращает нажать на контру и немного равномерно чтобы получилось так вот так вот сделаем теперь вот теперь можно вода выравнивание использовать да берем щелкаем на глаз нет сначала щелкаем на желтую потом уже на середину глаза да и выравниваем точно я почти точно посадил теперь что берем а контуре так или контуры так берем карандашик и рисуем вот эту каемочку глазную так обрисовываем ее так и украсим и питочку ставите видно что ди нажали на ди и у вас будет и питочка так что иногда вот эти заморачиваются прыгать на крылатуру лишний раз и теперь ctrl l l щелкаем ctrl держим l щелкаем и точки сокращаются они находят лучший вариант но в этом случае поправочку сделать и можете а контру контру а обозначает все эти узлы и можете их видите круглышками их как бы сделали ровнее можете еще одну эту нажимаете сглаживать их так ну вроде как бы это сгладили теперь давайте щелкаем рисуем обратно нижнюю эту нету я нажал извиняюсь control z карандашик и вот такую штучку нарисуем нажимаем на узлы ctrl l щелкаем по ctrl l да ctrl еще раз повторюсь а то плюс 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 и выделили так control а выделяется еще раз нарисуем control плюс а выделяет все вот эту часть теперь нажимаем на разглаживание можно еще раз на это и все у нас ну готово так оставим пока мы еще подправим не сразу все не это теперь берем что все выделяем и ctrl d ctrl d ctrl d а ctrl d оно как бы сверху это и теперь зеркальным щелкаем и все и потихонечку передвигаем в эту сторону а еще с темным а темный забыл извиняюсь с темным то этим я забыл надо было водочку тысячи сделать одну так ну берем галл глаз до глаз щелкаем нет верхний вот это да еще раз control d делаем его темным пипеточку взяли щелкаем там на темном месте берем на узлы нажимаем и растягиваем за узлы растягиваем и указательным делом еще раз control d щелкаем на зеркальное отражение да и перегоняем сюда и подгоняем вниз ее за глаз и здесь то же самое загоняем под глаз можно горячие клавиши ставьте смотреть горячие клавиши падает оффон да это на крылатуре ставите смотрите смотрите как здесь какие горячие клавиши удобно приноравливаться и потом уже делаете все лучше и быстрее так дальше пошли тут у 34 но скоро заканчивается время но это будет первым уроком как бы нашего аппликационной работы которым мы сделаем облагородим она будет очень симпатичной и красивой ну что и дальше еще давайте еще нарисуем саму эту пасть ну доведем отсюда примерно так вот и соединяем с точкой да соединили щелкаем на находим такой это да на узлы control L щелкаем сохраняйтесь чаще можно точку здесь ставить как берете и щелкаете здесь щелкнули и потом нажимаете и у вас видите появилась . только прямо по узлу этому по линии бейте и у вас будет это и теперь этот на нижний уровень указатель и по слоенности перещелкиваете извиняюсь там что-то у нас обозначение так ну вот примерно так здесь можно будет конечно чуть-чуть по другому наверно ну ка если ну здесь в общем как можно можно на поверхность еще это вывести посмотреть рисунок сам да можно также допустим выделили мы все это зашли в заливку и немного это все даже убрали можно можно убирать просто да смотрели но можно на поверхность вывести эту эту вот эти чтобы закрыла берем щелкаем и подтягиваем сюда можно чуть-чуть так посмотреть попробовать но я же говорю тут надо искать и теперь вверх поднимаем наш рисунок это можно так сделать щелкнуть здесь щелкнуть здесь щелкнуть здесь щелкнуть здесь так чем почему надо надо значит аппликация будет так раз два на переход идет это значит надо вниз туда а это вверх начну ну можно хотя бы для начала вот так вот оставим все там уже переработаем дальше посмотрим какой лучше вариант и как это будет лучше выглядеть ну еще раз говорю узлы можно проверить можно еще немножко там что-то подработать узлы подергать ну в общем вот на этом заканчиваем урок продолжение следует проще это тем кто даже не умеет рисовать да вот аппликации мы сделаем и вы увидите что сложности никакой нету даже если вот не можете рисовать голову льва да вот пожалуйста картинку взяли и ее как бы наложением аппликации создали свою картинку я не говорю что должен быть у вас оригинал да а сделали как умеете и у вас получится и это будет оригинальная аппликация и как бы это ваша работа вот и все тем кто начинает надо с чего-то начинать и поэтому вот первые будете посмотреть как это все и достигнем мы этой цели ну уже 38 минут я закругляюсь всем пока хорошего настроения и переходим к следующему уроку ко второму всем пока я